Время по гримичу. Время слушать и слышать собеседника. Мэль Мерзук. Имя этого 17-летнего подростка знают сегодня не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Юноша алжирского происхождения погиб в пригороде Парижа Нантер от пули полицейского. И эхо этого выстрела прогремело самыми мощными за последние два десятка лет беспорядками по всей стране. Как на эти вызовы отвечает президент Макрон и как действия президента в этом и других важных вопросах оценивают некоторые наблюдатели? Проанализируем вместе. Оставайтесь с нами. Время по гримичу. Время слушать и слышать собеседника. Вы смотрите передачу «Время по гримичу» на платформе международного азербайджанского телеканала CBC, канала, предоставляющего слово различным, порой самым противоречивым точкам зрения. Программа, как всегда, записывается в Лондоне неподалеку от всемирной точки отсчета координат гримичевского меридиана. Я приглашенный ведущий и со мной сегодня в студии бывший обозреватель всемирной службы BBC Стивен Диелл. На удаленной связи по Зуму из Турции Айнур Нагаева, профессор университета Бенали Илды Рым. И она также обозреватель газеты Ениса Фак. Из Франции юрист, политолог, представитель общины западного Азербайджана во Франции Завур Садык Байли. И из Сенегала сегодня к нам присоединяется Сергей Елединов, публицист, африканист и консультант. Гости, добро пожаловать. На минувшей неделе, обсуждая с азербайджанскими коллегами события во Франции, я часто слышал одно слово – бумеранг. Это была не насмешка и, не дай бог, злорадство. Это была констатация факта. Господин Садык Байли, вы можете объяснить, почему бумеранг? Да, Юрий, хороший вопрос вы задали. На самом деле, сегодня то, что происходит, вот всю эту минувшую неделю, то, что происходило, это, конечно, очень такое сильное потрясение для французского общества. И для меня, как человека, который 26 лет живет во Франции, с большой горечью я осознаю, что, к сожалению, время было потеряно. И если проводить параллели, мы сегодня не об этом будем говорить, но ситуация повторилась. То, что происходило в 2005 году во Франции, через 18 лет повторяется, потому что тогда была такая же, точно такая же ситуация. Двое подростков убегали от полицейского, сгорели в трансформаторе, и потом месяц-полтора вся Франция горела. В ту эпоху министром внутренних дел был тогда будущий президент Николас Архузи, и было введено чрезвычайное положение. Вот тогда вот те же самые вопросы обсуждались, как сегодня, на всех телеплощадках, во всех этих дебатах. То же самое, то, что мы, я тоже, лично мое мнение, тоже. Потому что проблемы, они остались, они такие фундаментальные структуры, проблемы, они остались, я бы сказал, с конца 20 века. Это те же самые вот эти гетто, как их называют в нашем понятии, микрорайоны, в которых когда-то поселили вот это миграционное население, которое должно было восстанавливать страну эти 30 золотых лет с их семьями. И все проблемы, которые там остались, это безработица, это оборот наркотиков, это криминалитет, да, примером является, например, Марсель. И, значит, все это параллельно с этим государство ничего не может сделать. Конечно, самая большая проблема, это, как я всегда говорю, социализация детей. Потому что если ты не можешь, значит, вести программу, чтобы этих детей социализировать, чтобы граждане твои имели другую форму выражения протеста, они жгли машины, не грабили магазины, это, конечно, большая проблема. Сегодня очень много говорят о том, вот вы говорите, бумеранг, кто виноват. На самом деле, если говорить о параллеле, то, конечно, многое изменилось с начала 20 века. Знаете, в 98 году к власти пришли социалисты Жеспена. И это был такой последний раз, когда социалисты управлялись страной. После этого, конечно, еще была эпоха Ландона, это уже была смешанная такая власть уже. Но во время социалистов вот было такое понятие ближнежащая полиция. Да, это полиция, которая, они играли в футбол с этими подростками, которые были у них, криминальные у них такие были приводы. Они были с ними в контакте, решали их проблемы, устраивали на работу, потому что есть дискриминация. Но все это было отменено и никогда не восстановлено. Поэтому все говорят, когда нет финансирования профилактических программ, когда нет финансирования ассоциаций, это все выливается этим. Конечно, сегодня министр Франции Жерар Дарманян говорит о том, что он устанавливает камеры, количество камер увеличивает, увеличивает количество полицейского персонала. Но это все, как говорится, мимо. И большая вторая проблема, это вот эти структурные ошибки, которые были произведены. Потому что если сегодня полицейский, который совершил фактически это преступление, то есть это и не необходимое самооборона, и не умышленное убийство, это умышленное убийство квалифицировано. И сегодня он сидит в предварительном заключении, потому что есть камеры, которые доказали. Мы поговорим об этом, там еще был обман, но тем не менее, есть документальные доказательства этого, и это уже неоспоримо. И самое главное, это фраза, которую этот полицейский сказал, ну, БФМТВ ее уже подвигало, эту запись, о том, грязный араб, как ты сел за Мерседес, я сейчас прострелю тебе голову. Конечно, это будет иметь очень большие последствия, потому что это означает, что администрация нанимает на работу, кого попало, и во всяком случае есть во французской полиции какой-то костяк или какая-то часть ультраправых элементов. Конечно, всегда мы знали, что альянс, профсоюз полицейский, он правого направления, но сегодня вопрос идет фактически о том, что полицию наняты ультраправые элементы, фактически, можно сказать, фашистующие элементы. Господин Садакбайли, я прервусь на секунду, и вы затронули несколько очень интересных аспектов, но если мы посмотрим на результаты опроса общественного мнения во Франции, то рисуется определенная картина, почти 45% населения поддерживают как раз действия полиции, а чуть меньше 35% высказывают определенную критик в адрес правоохранителей, только 35%. В пользу арестованного полицейского за считанные дни собрано 1,6 млн евро. Это в 4 раза больше, чем в пользу семьи погибшего. Тогда по какому принципу расколото французское общество? По социальному, по этническому, по российскому, по какому принципу? Несколько. Юрий, есть несколько криважей во французском. Вы абсолютно правильно сказали. Во-первых, цифра 1,5 млн, я сейчас слышал уже почти 3 млн. Некоторые депутаты подали жалобу и платформу, которая собирала деньги... По-моему, сбор средств был прекращен по указанию... Да-да-да, потому что было большое недовольство, потому что как можно было собрать столько денег. Но Франция на самом деле разделена. Я бы сказал, вопрос идет треть. Она разделена на три части. Это, кстати, отражает последние президентские и парламентские выборы. Это сильный костяк левых сил, которые еще не в большинстве миланшонских. Это 30% где-то. Это сильный костяк, к сожалению, Марин Ле Пен, которая тоже сохраняет национальную партию. Единство сохраняет 30-35% где-то. И в середине вот этот Макрон, который управляет как бы фактически с помощью отрицания Ле Пен, может еще лавировать и пройти. Поэтому нет национальной ассамблеи большинства, кстати. Это все вот это понятно. Но Франция разделена по нескольким клеважам. Она разделена по миграционному клеважу, по отношению к прошлому. Она разделена по религиозному клеважу. Но вот самое вот то, что сейчас в глаза бросается, это фактически мы возвращаемся к тому, что раньше было. Это борьба между ультрафактически сейчас ультраправым и ультралевым. Есть такое предположение, что в принципе из-за вот этих ошибок, которые происходят, партия Макрона может распаться, лопнуть. И вот эти две силы, ультраправый, да, и не ультралевый, конечно, Миланшон не ультралевый, но он ближе к ультралевым, чем к левым. Это левое крыло, значит, вот этой левой партии бывшей социалистической, да, это, значит, левый левых. Да, и поэтому есть такое предположение, что Липен и, значит, Макрон и Миланшон, они поделят вот эту партию, значит, центр. Если я вас правильно понимаю, речь идет о смычке крайне левых и крайне правых. Они нехотя или преднамеренно объединяются в единый блок. Ну, пока до этого не дошло, но если вы посмотрите по применению статьи 49.3 Конституции, пятому применению, и в последний раз, когда и в французской Конституции такое равновесие, если правительство применяет статью 49.3, то есть проводит законопроект без голосования, то у парламента есть возможность опрокинуть правительство, выразить вот им недоверие, и они каждый раз этим пользуются, потому что есть минимальное большинство депутатов, которые, сенаторов, которые могут подать эту заявку, но все происходит в Нижней Палате, на самом деле. И это несмотря на то, что в своей предвыборной кампании Макрон делал упор, это был один из основных принципов, на интеграцию, и речь уже шла не только об интеграции тех, кто приехал из стран Магреба, но об их детях и внуках. Их он обещал интегрировать во французское общество, и ничего не получилось. Достаточно быть французу, сменить имя, говорить с парижским акцентом, но все равно он остается чужаком. Это то, что происходит, да? Это большая проблема, но вот я закончу свою предыдущую мысль. Значит, в последний раз не хватило 10 или 15 голосов, чтобы опрокинуть правительство. Это очень важный сигнал. То есть рано или поздно, как вы говорите, они могут объединиться и опрокинуть правительство. Что касается иммиграции, я сам специалист по иммиграции, я 20 лет уже этим занимаюсь. Знаете, нужно понимать, что вот эти все дискурсы, которые часто вы можете услышать от французов или от кого-то, когда вы говорите с кем-то, говорят, вот приехали черные, арабы и так далее. Это, конечно, для меня это неприемлемо, потому что я систематически отмечаю, что они никуда не приехали и сюда привезли, очень давно причем, привезли с определенной целью. Поэтому, когда ваши граждане не хотят занимать какие-то посты, они очень привлекательные, рабочие, тяжелый труд, не хотят этим заниматься, естественно, вы вынуждены делать это с помощью иммиграции и компенсируют стать рождаемость с помощью иммиграции. И последствия, это два таких видения мира, как сказал Эрик Зимур, французы исчезают, происходит замена этих поколений, теперь это уже иммигранты или французы мигрантского происхождения, как меня называют, например. И есть второе понятие, как говорит Милан Шон, это так называемый термин креализация. Это означает, что мигранты придут, они смешаются с местным населением, и будет новое вот это население, не исконные французы, белые и белые, а это будет креальное население. И вот эти две точки зрения сегодня, они сопротивляются. Конечно, то, что говорил Макрон, это были большие обещания, но я вам скажу, что интеграция и то, что вы делаете, делается для этого недостаточно, потому что, поверьте мне, мигранты фактически въезжают в страну, и они предоставлены самим себе. Офис, который занимается миграцией, он делает какие-то минимальные там вещи, 30 часов языка дает, как-то помогают устроиться на работу, но в основном люди, они предоставлены самим себе. И поэтому те, кто хотят интегрироваться, они идут дальше по этому пути, интегрироваться, а те, кто не хотят, они не интегрироваться. И поэтому сегодня у нас проблема, потому что часть населения не интегрирована. И более того, часть населения, которое уже французское, вот эти молодые из этих гетто, они не интегрированы абсолютно в французское общество. Они говорят, что у нас есть французские документы, но мы французами фактически себя не считаем, потому что нас дискриминируют. Есть проблемы дискриминации. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. За происходящим во Франции особо пристально следят в мусульманском мире, в частности в Турции. Давайте узнаем, что сказал президент Режип Таиф Эрдоган по этому поводу. Профессор Арнур Нагаева, вам слово. Пожалуйста, реакция в Турции. Добрый день. Да, очень интересная тема, конечно, и это не остается безразличным. Здесь тоже за этим очень сильно следят. Идут жаркие дискуссии по поводу того, что прав ли Макрон или же нет. И в этом плане, конечно, можно сказать, что в принципе, как нам только что сказал обозреватель, изнутри, да, из Франции, действительно Макрон оказался между двух огней, можно сказать. То есть левый, с одной стороны, его обвиняет в его пренебрежении к бедным и маргинализации, вернее, поддержке, да, вернее, пренебрежении к этим слоям. Правый же, наоборот, требует, чтобы он жестче пресекал насилие. То есть поэтому можно сказать, что действительно очень сложная ситуация. И здесь можно сказать, что, конечно, вы вначале сказали о бумеранге. Вообще, если сказать бумеранг, что это такое, то это как бы возвращение, да, к тому, кто его отправил. Поэтому в этом плане, да, можно сказать, что здесь и Эрдоган, и президент Алиев тоже отметили очень интересный факт. Вернее, этот факт, он известен всем, известен давно, но сейчас именно к этому факту пристальное внимание всего мира приковано к тому, что Франция, она и другие страны, да, но сейчас Франция как бы во главе угла, пожинает плоды. Пожинает плоды именно того, что она делала раньше. По-моему, президент Эрдоган произнес такую фразу «Посеешь ветер, пожнешь бурю». Было такое? Да, да, да. Это фраза, да. Вот она как раз говорит о том, что это неспроста все, что происходит сейчас. То есть Франция, она сама виновата в том, что сейчас не происходит. В этом плане, да, можно, это как бы одна позиция, да. Но с другой стороны, я как международник могу сказать еще другой, ну как бы вот в начале своего выступления вы заметили, что вы здесь предоставляете площадку для альтернативных мнений. И я бы хотела с точки зрения вот международной ситуации вот как бы рассмотреть этот вопрос и может быть немножко, да, альтернативное мнение. Но сейчас я бы хотела просто обратить внимание на то, что почему сейчас и почему во Франции. И нужно просто вспомнить те события, которые предшествовали этому. Кстати, о чем я говорю, это визит Макрона в Китай. И там было очень много публикаций в СМИ. Ну, наверное, на тот момент все были заняты другими более серьезными вещами. Это был пик, да, противодействия России и Украины. Война продолжается. Но на тот момент я просмотрела последнее его интервью, и там, вы знаете, там очень есть интересные вещи, которые как бы заставляют нас задуматься о том, что эти действия, которые сейчас происходят во Франции, они являются не случайными. И они являются как бы расплатой Макрона за эти действия, за те слова, которые он говорил в Китае. И о чем он тогда говорил? Он говорил, ну, все, наверное, знаете, что до этого он говорил о том, что НАТО, да, уже как бы на предсмертном адре, и после этого вы знаете, что началась война в Украине. А сейчас, когда он поехал в Китай, и там сказал очень много интересного, он сказал, в частности, об автономии Европы, о том, что Европа и Франция, она не должна идти на поводу США. Она должна быть самодостаточной, она должна быть отдельным актором международной политики. И, соответственно, вот эти все слова, и кроме этого, не только слова. Если вы заметите, где-то год или полтора года назад была очень интересная сделка между Австралией и США и Францией, но она была аннулирована и вместо Франции по производству ядерных подводных лодок были заменены на английские. То есть там тоже Францию как бы подставили. То есть эти вот факты, они все нам говорят о том, что когда Франция начинает вести, скажем так, свою политику отличную от политики США и Англии, то, соответственно, она сталкивается с проблемами. Поэтому в данный момент эти события, я думаю, что можно трактовать и таким образом с точки зрения международной политики. Спасибо большое, профессор Нагаев. Это интересная точка зрения. Мы обязательно коснемся еще ее в ходе нашей передачи. Я рад отметить, что география времени по Гримичу расширяется по экспоненте. У нас сегодня гость из Дакара, административного центра Сенегала. Сенегал – это бывшая французская колония. Сенегал обрел независимость в 60-м году прошлого века. В чем ощущается постклониальное влияние Франции в Сенегале и в Буркине-Фасо и вообще в регионе Африки? Сергей только что прибыл в Дакар и мы можем у него спросить, усиливается французское влияние там или ослабевает? Сергей, пожалуйста. Добрый день. Большое спасибо за предоставленную возможность поделиться своим мнением. Понимаете, как это очень, казалось бы, это такой простой вопрос о французском влиянии. На самом деле это очень сложный, очень комплексный вопрос, потому что очень много факторов на это влияет. Как бы в общем и целом, если мы говорим о влиянии, прежде всего имеется в виду экономическое и политическое. естественно, влияние Франции, оно ослабевает и это не только какой-то такой тренд последних лет, это, наверное, тренд последнего десятилетия, что те позиции, которые удерживала Франция в своей этой пост колониальной империи, в так называемой Франц-Африк, она теряет как в силу как бы и со своей политики, которая не позволяет удерживать эти позиции, так и в силу роста влияния других стран, прежде всего Китая, за которым очень уверенно и идет Индия, в последнее время появился новый лидер, это Турция, естественно, Россия, которая пытается отыграть позиции Советского Союза, это такое, скажем, внешнее влияние, ну и внутреннее то, что та, скажем так, политика Франц-Африк, а именно французская политика, которая была выбрана в период Деголя для своих бывших колоний, она устарела, она уже не соответствует современным реалиям, она как бы, ну, естественно, теряет свои позиции, да, но и в то же время сказать, что Франция как-то совсем потеряла свои позиции, это не возможно, потому что в этих странах говорят на французском языке, это во многих странах он остается государственным языком, эти страны находятся в культурной сфере, в сфере образования Франции, все действующее законодательство этих стран уголовное административное деловое оно так или иначе построено на основании французского законодательства. Но за время правления Макрона тренд французского влияния усилился или ослаб? Он ослаб, но, понимаете, как я бы не ставил это как бы так исключительно в заслугу Макрона Макрону просто как-то ну, если так можно сказать не повезло просто на его период именно все эти противоречия которые были они обострились это как скажем так больной организм который долгое время не лечили ну и какой-то скажем так как врач он констатировал какую-то такую скажем крайнюю сетадию болезни ну вот этим врачом стал Макрон неудачное время очевидно он выбрал для того чтобы стать президентом потому что здесь и желтые жилеты с их социальными требованиями и высокий уровень безработицы яйцо брошенное в Макрона навстречу вокруг Эльзас с другой стороны провалы в африканской политике метание на поклон к Путину перед войной какая-то череда политических и дипломатических нестыковок буквально накануне недавней трагедии в Париже одно заявление Макрона вызвало бурю негодования в Баку я напомню что дословно сказал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с армянской общиной в Марселе я оказывал и буду оказывать на президента Азербайджана Ильхама Алиева большее влияние чем сам премьер Армении Никол Пашинян я единственный у кого есть четкая позиция и послание по вопросу Арцаха не сомневайтесь мои решимости в отношении Арцаха и Армении в целом я буду продолжать свои усилия даже если я почти единственный в международной семье с этой повесткой дня отметил президент Франции цитата Долгие годы с 18 века французский язык был официальным языком дипломатии считалось что в нем были такие нюансы которые наиболее точно отражают всевозможные политические оттенки и хотя в 20 веке французский уступил место основного дипломатического английскому языку трудно предположить что президент Макрон не ощущает отрицательный нюанс слово давить в отношениях между союзниками и друзьями давить можно на оппонентов на недругов но насколько продуктивно выражение оказывает давление на президента Алиева в отношениях между Парижем и Баку ускорит ли это достижение мира на Южном Кавказе и всегда ли президент Макрон достаточно дипломатичен скажем в отношениях с британскими премьерами со мной в лондонской студии времени погребничью независимый журналист в прошлом один из обозревателей всемирной службы Би-Би-Си Стивен Диэл Стивен можно ли давить на друзей как это я думаю что Макрон считает что он может давить на кого-либо да но кто-то подается ли кто-то этому давлению это он свой человек можно так говорить и действительно так как то что он старался делать он думал что только он может уговаривать Путина не напасть на Украину провалился и провалился поехал в Китай поехал в Китай и почти плунул в глаза американцев и так что он не он не боится делать свои шаги все время проводит тему ликвидации НАТО что НАТО отживает свой век и надо создавать отдельную европейскую армию кто-то его слушает думаю что в НАТО нет в НАТО точно нет в Москве да точно нет вот это вообще вот есть эта идея европейская армия и армия которая не 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 нужно надеяться на НАТО но я думаю что особенно сейчас когда мы смотрим что происходит в Украине никто не слушает это и не три вопроса кто будет финансировать эту армию НАТО кто будет командовать кто будет финансировать эту европейскую армию кто будет командовать в этой армии и на каком языке будут отдаваться приказы ну конечно Макрон думает последний вопрос язык будет французский тем более так как Англия приняла это сумасшедшее решение выйти из Евросоюза но это просто нереально потому что все знают что НАТО надеется на американцев на американский зонтик что американский зонтик всех защитит да конечно и так что я думаю что у него есть проблема вот мы сейчас сегодня говорим об одной проблеме которая у него есть очень настоящая проблема дома во Франции и лучше чтобы он сориентировался на это чем на другие вопросы сказав это я думаю что вот один очень интересный момент на этой неделе связан с этой проблемой во Франции что он отказался от государственных визитов в Германию вот это очень важно вот это давно не было такое государственное но пошел на концерт Алтана Джона но другое дело а вот такой такой визит который организуется месяцами а потом так что он отказался от этого и тем более вот на континенте Европы вот Франция и Германия они самые большие самые сильные страны так что это был очень важный визит и то что он отказался от этого визита это показывает что он серьезно относится к проблемам во Франции да но слово давить не самое слово давить нет но это его стиль к сожалению и вот заметим что реакция Азербайджана не заставила себя долго ждать она прозвучала на состоявшейся в Баку встрече в рамках координационного бюро министров государств членов движения Неприсоединения выступая на этой встрече президент Азербайджана Эльхам Алиев в частности сказал почти полтора миллиона алжирцев были убиты во время геноцида в период французского правления черепа алжирских борцов за свободу все еще остаются в Парижском музее в качестве военных трофеев это цинично и отвратительно мы требуем чтобы президент Франции Эммануэль Макрон передал Алжиру останки его героев Франция которая ложно представляет себя защитника прав человека и международного права по-прежнему вмешивается внутренние дела других стран недавний вывод французских войск из Мали и Буркино-Фасо еще раз продемонстрировал что возмутительная политика неоколонализма Франции в Африке обречена на провалы к сожалению Франция пытается навязать такую же плохую практику в регионе Южного Кавказа поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и посредством геополитического соперничества иностранного военного присутствия в колониальной политике ориентализма это конец цитаты это конечно мощная реакция но с дипломатической точки зрения к ней придраться трудно следует ли ожидать дальнейшего обострения отношений между Баку и Парижем пожалуйста наш парижский гость что вы думаете по этому поводу ну во первых значит Юрий я хотел бы внести ясность как представитель азербайджанской диаспоры во Франции конечно мы все это тоже мониторим и мы были на связи с нашими французским друзьями которые тоже отслеживают Макрона в частности Максимом Гауином и даже с армянскими журналистами как Лео Николян который тоже значит мониторит Макрона мониторит армянское лобби и тоже критично к этому относится в общем люди с которыми ну я уже был в дебатах и с которыми я говорю о Леоне Куколяне с которыми можно вести диалог дело в том что то что произошло в Марселе это показывает на самом деле слабость французской дипломатии слабость Макрона ведь произошло совсем другое Макрон ехал туда совсем по другой значит с другой с другой целью там не было никакого значит визита к армянской общине Марселя просто два армянских не побоюсь этого слова проходимца да Мурат Папазян которому запретили кстати въезд в Армению и другой Варжавидьян они просто поймали Макрона там сделали ему с ним пару фотографий пару селфи и потом значит выставили все это значит в онлайн сети кстати на сайте СССР на французском языке никого текста нет они выдали это на английском на русском на армянском на других языках но не на французском и Лисейский дворец промолчал значит в чем там дело дело в том что то что может быть было сказано это было сказано как у нас говорят вы можете общаться с политиками я думаю что коллеги им тоже у них были такие ситуации когда мы общаемся с президентом с каким-то политиком и какие-то вещи нам говорят но говорят это значит вне записи то есть он сказал он сказал вы считаете он сказал по неосторожности и вполне возможно употребил неправильную форму выражения но дело в том что есть этика политическая когда вам это говорят вы не должны это начать делать а потом они взяли французского заложника то есть они понимают что Лисейский дворец Макрон сейчас не может это протестовать тем более если он сказал даже потому что это вызывает негодование армянского лобби вот эти 60 тысяч активистов которые взяли в заложники всю Францию и естественно они играют в молчанку а молчанка молчание это знак согласия вот то что произошло кстати может ли вообще может ли лидер иностранного государства заботиться скажем о судьбе армян в Карабахе и об азербайджанских беженцах которые были вынуждены покинуть свои дома может ли иностранный деятель каким-то образом влиять на судьбы этих людей или же это табу ну на самом деле на самом деле Франция считает что она у нее есть вот эта универсальная как говорится компетенция но дело нет дело в том что это большое лицемерие даже со стороны Макрона я очень часто об этом говорил комментируя его знаменитое интервью 18 октября до прошлого года когда очень много воды после этого утекло много об этом писали потому что он тоже тогда сказал несправедливые вещи о бывшем Нагорно-Карабахском конфликте я не буду сейчас пересказывать но он сказал Армения была в Карабахе не сказав что она оккупировала значит фактически Нагорно-Карабах и значит семь регионов азербайджанских вокруг это было неправдой то есть очень часто вот такие выпады происходят и очень нервно реагируют в Баку но нужно понимать одну вещь что Макрон нельзя быть политическим лицемером что в Донбассе это его фраза я ассоциирую с сепаратистом Донбасса у нас непримиримое отношение то есть нет сепаратизма это вот его такая позиция и это понятно то есть территориальная целость это нерушение границ а вот когда речь идет о 3050 километрах об Азербайджане о нашей территории которую кстати Франция тоже признала и голосовала 4 резолюции знаменитого Совета Безопасности тогда вот французские политики в том числе Макрон пытаются сказать что но нет это по-другому мы будем что-то делать то есть здесь политическое угодничество в зависимости от того с кем он говорит он подбирает форму общения не только вот эти армянские проходимцы сейчас работают против Франции но сегодня или вчера французский депутат тоже с отсутствующим армянам уже опубликовал в твиттере что она присутствовала в Марселе во время этого разговора и на самом деле они будут делать все чтобы там защитить Арцах Арцах это наша перриотет и так далее будет вооружать и так далее но вы понимаете это конечно означает вмешательство во внутренние дела страны разжигание сепаратизма значит в другой стране и это конечно уголовно если так сказать даже наказуемое дело но дело в том опять-таки нельзя внутри своей страны проводить закон против сепаратизма да пресекать все действия да мы помним какие законы и в то же самое время подстрекать сепаратизм в другом месте я помню во время освободительной войны когда вот такие были тоже заявления отношения Азербайджана было значит украинца очень жестким я помню как Ильхам Али президент Азербайджана он сказал такую фразу ну если Франция хочет значит приютить армян и если она считает что у какого-то меньшинства должны быть права то пожалуйста во Франции 600 тысяч армян их много в Марселе пожалуйста пусть отделяют департамент вот этот Буждеон делают из него автономную какую-то республику и не признанную или признанную и дают ей суверенитет понимаете все упирается вокруг этого то же самое касается Лачинского значит коридора на котором сегодня стоит значит пункт прохождения КПП азербайджанская армия потому что это начало суверенной границы Азербайджана ни одно государство в мире не придерживает сепаратизм не позволит сепаратизм ни одно великое государство и ни одно государство не позволит чтобы на его территории в какой-то точке не было таможни не было контроля пропускного пункта и кто что люди заезжали выезжали из этой территории и грабили национальное достояние из вашей страны и вывозили оттуда минералы и так далее то что происходило спасибо господин спасибо 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 ваша точка зрения предельно ясна профессор Нагаева а что вы думаете о дипломатическом языке или не столь дипломатическом языке французского президента каким эхом это зовется в регионе за пределами Азербайджана и Армении ну думаю что вообще Макрон вообще славится своими такими высказываниями которыми иногда вызывает действительно резонанс в мире и все вот эти высказания наверное можно трактовать так что ну не знаю я например когда изучала историю была такая интересная вот не знаю насколько она правдоподобна насколько она имеет но если посмотрите в историю то все ведающиеся личности в основном были маленького роста и вот почему-то и когда они то есть у них очень большие амбиции вот если посмотреть на Макрона вот сейчас передо мной рисуется вот эта картина все вот его высказывания они вот такие вот все пафосные да он не знаю может быть видеть себя Наполеоном да несостоявшимся вы говорите сейчас о Наполеоновом комплексе Наполеонов комплекс у людей может быть не знаю да действительно то есть ну конечно это вопрос спорный но имеется ввиду все вот эти высказывания хотя если человек да во главе государства он должен быть более выдавать вещи более обдуманно нежели просто как бы не должен бросать слова на ветер на мой взгляд но все вот эти все высказывания которые до этого прозвучали они все почему-то имели действительно такой широкий резонанс то есть это больше мне кажется играет на медийность но вредит ли это самой Франции то есть в основном да мы видим что все эти высказывания они вредят самой Франции спасибо спасибо я понял это то что называется саундбайт бросить какую-то фразу на 20 на 30 секунд или даже меньше но что вы из этого сделали заголовок в новостях Сергей Лединов а во Франции что думают люди по поводу определенных заявлений президента Макрона пытается ли он как-то регулировать внутреннее положение в странах которые когда-то были французскими колониями а сейчас стали независимыми понимаете вот целая вот это такая скажем так неудачная череда президента Франции это Саркази который участвовал и был одним из инициаторов крушения ливийской государственности Алант при котором началась и интервенция в Мали и Макрон уже в принципе никто в африканских странах ну я не имею ввиду каких-то скажем политических или государственных деятелей которые обязаны придерживаться какого-то политеса в своей риторике а вот в обычной беседе в принципе к Макрону никто с какой-то серьезностью не относится и объяснение очень простое оно логичное да все считают как что если вы с каким-то таким патернализмом нам навязываете какие-то действия то вы потом обязаны брать на себя ответственность за те последствия которые потом происходят по факту этого не получается по факту можно сказать что все что делала Франция последнее время в Мали в Буркино-Фасо в Нижере это привело только к ухудшению ситуации и африканцы остались сейчас один на один со своими проблемами ну и потом вот вы употребили очень хорошее слово такое немножко из советской риторики не неоколониализм это вот именно то что это я процитировал это не мое слово это я процитировал это была цитата нет дело в том очень хорошая ремарка что вот все что мы сейчас называем пост колониальным развитием к сожалению это все можно отнести к неоколониализму это такое довольно циничное лицемерие да что если мы говорим о каком-то колониальном этапе развития там хотя бы оставалась какая-то доля ответственности какая-то социальная составляющая то скажем так политики то если мы говорим о политике Франц-Африк то это при каком-то политическом и экономическом влиянии при по факту разграблении этих социальных Франция абсолютно не заботится ни о каком социальном аспекте и абсолютно сняла себя всю ответственность за последствия да и невозможно думать что вот обычные люди этого не видят это все люди это видят люди дают со свою оценку и как я уже много об этом говорил много писал что если политика Франции по отношению к своим бывшим колониям кардинально не изменится то у Франции есть риск просто абсолютно терять там свое влияние есть этому яркий пример Руанда которая это бывшая ну не французская бельгийская колония но которая сейчас которая вышла в свое время и из Франции Африк и которая вышла из стран франкофонии в которой сейчас государственный язык английский это после того что как практически 50 лет государственным языком там был француз спасибо Сергей спасибо Сергей Лединов напоминаю что вы смотрите передачу время погребнич на азербайджанском международном телеканале cbc все передачи cbc выкладываются на канале редакции в youtube время погребнич вскоре планирует провести передачу из лондона с участием аудитории поэтому если вы хотели бы принять участие в такой передаче находясь в лондоне или по зуму пожалуйста оставьте ваши координаты в комментариях передачи на youtube и продюсеры передачи свяжутся с вами стивен дел должны ли бывшие империи нести ответственность за свои бывшие колонии вот что говорит Сергей Лединов сколько у нас времени есть сутки хватит нет даже сутки не хватит это конечно вопрос очень важен не только для Франции для Британии и для других стран хочу отметить один момент который показывает до такой степени это сложно и до такой степени это продолжается очень долго как мы знаем в Великой Британии не только англичане есть и Валиция есть и шотландцы тоже отношения между шотландцами и французами очень отличаются от отношений между англичанами и французами а вот это далеко-далеко в истории на прошлой неделе я слышал такую фразу это в отношении России англичане не могут ненавидеть русских потому что для этого у них есть французы а почему спрашиваешь у родового англичана если ненавидишь Францию почему они не могут отвечать это просто они как-то получили это в наследство как наследство да но давным-давно шотландцы воевали с французами против Англии и до сих пор вот ездишь на машине во Франции и часто видишь такую наклейку по-французски ЭКОС то есть Шотландия по-французски написано потому что они знают что они их любят так что я говорю об этом потому что если это были веки назад то что было 60 лет назад это как один миг в истории и действительно если я считаю что вот здесь сейчас я думаю что вообще родовые англичане относятся нормально сейчас к черным лицам 60 меньше 50 лет назад когда я был в школе у нас в школе не только в малом классе в школе был один черный человек так что вот это положение очень сильно изменилось и слава богу общее положение в обществе изменилось но все-таки есть те шовинисты или расисты которые не готовы принимать это в Великобритании положение далеко не радужное но в последние несколько лет таких сильных погромов скажем так поджогов грабежей не было как таких не было у нас вот 12 лет назад летом 2011 года был такое сумасшествие в стране вот стреляли полицейские стреляли одного преступника известный преступник на севере Лондона и почему-то был такой взрыв во многих городах в Тоттнаме где-то начало в Тоттнаме и потом и в Бирмингаме и в разных точках страны но это не было связано с национальностью с религией совсем нет никто до сих пор не знает почему это случилось Стивен мы не сказали конечно в передаче может быть сознательно не сознательно упустили и наш парижский гость тоже упустил что конечно о покойниках плохо не говорят но погибший ангелом не был он должен был на следующий день предстать перед судом потому что он часто ездил на автомобиле без прав он был известен полицией у него были какие-то приводы определенные в полицию но он не заслуживал пулю в лоб вот что самое главное понимаешь да здесь преступление несоразмерно с наказанием которое он понес это вообще уму непостижимо когда полицейский подходит и пускает пулю в лоб да тем более когда есть видео которое показывает что то что полицейский говорил вроде бы не соответствует действительности и также важно сказать что не всякий протест должен быть сопряжен с поджогом автомобилей с грабежом магазинов с хулиганским поведением потому что можно протестовать несколько иначе можно но все-таки я думаю что это очень хорошо показывает что вот ниже подвергности вот во франции вот есть это напряжение которые вызывают вот такую такую реакцию действительно слава богу вот семья погибшего потом сказал что вот мы этого не хотим и кажется что сейчас более-менее спокойно там да они призвали успокоиться и проявили гораздо большую ответственность скажем чем полиция в этой ситуации и повели себя вполне достойно несмотря на то что погиб их сын и внук да это конечно страшная трагедия и мы обсудили сегодня что причины и корни этой трагедии это и социальные и экономические и расовые это все это опять же клубок это все смешалось вместе и конечно когда руководство этим не занимается а просто бросает на произвол судьбы это то что происходит есть как мне кажется очень хорошее определение дипломат это тот кто дважды подумает прежде чем ничего не сказать во всем что касается процесса достижения мира на Южном Кавказе сейчас похоже молчание золота все идет своим чередом и не надо неосторожными словами сбивать умных людей и стой с другой стороны с пути слоны в посудной лавке сейчас как нельзя не к месту вы смотрели этот выпуск времени по гривичу на платформе азербайджанского канала СИБИСи похоже единственного телеканала в регионе Южного Кавказа который готов дать возможность взвешенно высказаться людям с противоположными точками зрения подчас из враждующих лагерей сегодня с вами были мой британский коллега Стивен Диел из Франции юрист политолог представитель общины западного Азербайджана во Франции Заур Садыкбайли из Турции профессор университета Бинали Илдерым обозреватель газеты Енисофак Айнур Нагаева и из Сенегала сегодня к нам присоединился Сергей Елединов публицист африканист и консультант если диалог с нашей помощью будет эффективным значит мы так вносим нашу лепту в ослабление вражды и достижение мира значит время по Гримвичу делает свое дело спасибо вам за то что вы оставались с нами на протяжении этого часа встречаемся через неделю в это же время чтобы вновь сверить время по Гримвичу а пока прочного мира Южному Кавказу и всего доброго время по Гримвичу время слушать и слышать собеседника Субтитры создавал DimaTorzok